И вот там. Обязательно вложите в конверт 4 эмблемы от упаковки любого из продуктов Фрутис. Если вы пришлёте нам правильные ответы на все 4 вопроса подряд, то вас ожидает фирменный рюкзак Фрутис, полный подарков. А в конце года мы определим супер-победителя нашего конкурса и отправим его в супер-путешествие по пяти столицам Европы. В театре во время премьеры разговаривают двое. Один из зрителей оборачивается и говорит, «Простите, но я ничего не слышу». А почему, собственно, вы должны слышать, о чём мы говорим? Коллега, по-моему, вы даром теряете моё драгоценное время. В лице нашего уважаемого гостя мы не найдём столь необходимого нам солиста. Почему, шеф? Ведь он целых два года работал в Большом театре. Нет, 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 я работал год всего. Я работал год, а потом я ушёл ещё работать на завод. Да, я был, собирал приборы всякие там и прочее, да. Вот, и годик я ещё поработал на заводе, и второй раз провалился в институт театральный, окончательно разуверился, и решил пойти поскорее служить в армию. В армию? Это же совсем другое дело! В каких войсках служили? Сначала в танке. Ой, ну там же можно оглохнуть! Нет, оглох я потом, когда стрельнули, да, стрельнули. Был такой момент, вот мы и глохли, там, и в холоде бывали. И что потом? Ну, а потом, как это всегда бывает, скажем, я спел где-то на смотре, так сказать, армейской самодеятельности, ну и, конечно, все были потрясены, и меня взяли в ансамбль песни и пляшки. Как? Глухого? Нет, я сначала начал петь, потом оглох. У вас в ансамбле что? Все такие контуженные были? Нет, там были, там, там были нормальные ребята, молодые, красивые, голосистые, вот. И ансамбль у нас был очень хороший. Ансамбль у нас был замечательный, мы неизменно занимали все первые места на всяких смотрах армейской самодеятельности, очень много гастролировали по стране. Это нам подходит, уважаемый! Немедленно начинайте петь какую-нибудь песню на какую-нибудь музыку и на чьи-нибудь стихи. Да-да, скажем, на музыку Чайковского, на стихи Маяковского. Знаете, дело в том, что Маяковский ведь был потрясающе лирический поэт. Знаем! Но нас больше интересует, какой вы лирический певец. У него ведь есть такие замечательные, скажем, стихотворения или поэмы облака в штанах, например. Да, вашу мысль, мечтающую в размягченном мозгу, как выжаривший лакей на засаленной кушетке, буду доразнить об окровавленный сердце лоскут. Досатый из издеваюсь, нахальный едкий у меня в кушетке. Кажется, это надолго, коллега. Хотя я тоже люблю Маяковского. Особенно вот это. Ешь ананасы, рябчиков жуй. Да-да-да, намёк понял. Лутис, отведаем Фрутис. Супер, кеджили 50, сделают меня чемпионом мира. Снято! Черчок братьев-пилотов! Еженедельное семейное шоу братьев-пилотов. Самые невероятные истории жизни звёзд. Каждую субботу на ОРТ. Такого вы не увидите больше нигде. Шотландец и его сын в традиционных шотландских юбках идут по Эдинбургу. Навстречу миловидная девушка в брюках. Сын оборачивается и смотрит ей вслед. Отец, сколько раз тебе говорил, не оглядывайся на каждые брюки. Мирогромив мощью голоса, иду красивый, 22-летний. Не верю, что есть цветочные ницы. Мною опять словословятся мужчины, залёженные, как больница, и женщины. О, кажется, поэтический вечер грозит затянуться. Прибегнем к последнему слову. К какому шею? К последнему слову науки и техники. А себя, как и я, вывернуть не можете. Извиняйте, извиняйте, хлопцы. Сейчас я, когда я уже отвечу, скажу, что мне не мешает. Алё. 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 Это последний звонок, уважаемый. Или вы немедленно начнёте петь, или мы немедленно начнём петь. Здорово. Ну что, коллеги, может быть, споём что-нибудь, а то мы всё говорим, говорим. А? Какая свежая мысль! Я предлагаю спеть песню «Раскинулось в море широко». Сами предлагаете, сами и пойте. Раскинулось в море широко, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далёко, подальше от нашей земли. Стоп! Ну кто же так поёт? Шеф, это же Лев Лещенко. Лев, говорите? Ну что ж, пусть посмотрит, как эту песню поют морские львы. КОНЕЦ 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 кверху и говорит, ну что мне делать. Конференция говорит, ничего, голубчик, ничего, вы отдохните сейчас за кулисами, а Лёвочка опять попоёт, Лёвочка опять поёт, 12 песен. Допустим, а Тюткин? В это время Тюткин выходит, говорит, извините, говорит, конференция, я забыл струна в гостинице. Он говорит, голубчик, ну я надеюсь, что завтра весь... Возьмёте? Да завтра без запросов. Я пою ещё два концерта, опять по 12 и по 12 песен. На утро, значит, мы садимся в машину, я обращаюсь к нему, говорю, скажи, ну ты взял струн? Говорит, вы знаете, Лев, я забыл их в Москве, но завтра мне обещали вообще музыканты местные приезут струн, и я говорю, я-то попаду ещё три концерта, завтра мы встречаемся, он говорит, вы знаете, нигде в городе нет струн. Я говорю, слушай, ну ты же поехал с нами, чтобы мне было полегче, и у меня всё-таки слизистые тут и прочее. Ну, допустим, слизистые там и прочее, ну а... Шеф, можно я спрошу? Ну спросите, а Тюткин? Он говорит, вы знаете, Лев, Эмиль, я вам признаю честно, я никакой не гитарист, я просто сказали, что много концертов, 80 концертов, я поехал, чтобы заработать. Ну, я готов вам варить чай, носить чемоданы, всё, что вы скажете. Короче говоря, он отработал с нами 80 концертов, мы приехали в Москву, пришли в Москонцерт, раз в день зарплаты, получили деньги, каждый из нас, значит, он подошёл, обнял нас, значит, с этим человеком, говорит, ребят, спасибо вам огромное, я, наконец-то, с долгами расплатился, ещё всё. Ну, у меня к вам вопрос. Я говорю, какой? Каковы наши дальнейшие творческие планы? Ну, ладно, вы тут иронизируете над самим Тюткиным за то, что он не умеет играть на инструментальных инструментах. А вы-то сами сможете? Да. На нашей пианино, например. Она у вас настоящая? Думаю, что не искусственная. Да? Ну, хотя бы терции строить. О-о-о, великолепно. Прекратить это издевательство над нашим историческим раритетом. Ну, всё, коллега, теперь я окончательно убедился, что этот человек в солисты не годится. Играть он не умеет, петь не хочет. Так что, уважаемый, наш хор без вас обойдётся. Дай Бог вам счастья. И вам, дай Бог, счастья. И вашей передаче, и вашим детям, и внукам, и правам, и всем нам счастья. Дай вам, Бог, счастья. Прощайте. Ой, шеф, я лжу самого. Незабываемый голос. Зачем нам солист? До свидания. До свидания, уважаемый. Что делать? До свидания, шеф. До свидания, коллега. Я пошёл. Не будем задерживать. Тем более, вас там на сквозняке какой-то мальчик дожидается. Я его позову сейчас. Мальчик, ты мороженое доел? Давай, иди, тебя зовут. Ну, пока. Зачем нам мальчик? У нас что, хор мальчиков? А что, девочек, шеф? Логично. Хор.